Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. Сегодня в Доме дружбы состоялось заседание Совета Ассамблеи Народа Казахстана Западно-Казахстанской области с участием Акима Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Также на заседании присутствовали городской и районы Акимы. В ходе заседания были приняты изменения в состав Совета Ассамблеи Народа Казахстана и создана депутатская группа «НТМАК». Подробности в сюжете. На повестках дня было поднято шесть вопросов. Первые два вопроса касались изменения состава Ассамблеи из-за перехода Нурлана Ногаева и Бахтияра Макена на другие должности. На эти места Аким области Алтай Кульгинов назначил новых членов Ассамблеи Народа Казахстана по Западно-Казахстанской области. Ими стали Нариман Турегалиев, Марат Токжанов, Шалкома Курмалина и Рахметулла Суирбаев. Создание Совета Общественного Согласия. Есть такой, должен быть создан Совет, по составу Совета Общественного Согласия. Это где-то 48 человек Совета Общественного Согласия. Сюда Совет Общественного Согласия входит, сейчас мы предварительно переговорили, все представители профсоюзных организаций, все представители партийных организаций, все представители неправительственных организаций. Ну, все, которые представляют нашу общественную жизнь, колорит всех общественных жизней, мы объединяем Совет Общественного Согласия, чтобы работали. Также будет утвержден план мероприятия в рамках четвертого направления реформы идентичности и единства плана нации «100 конкретных шагов». Перед нами конкретные задачи поставлены. И тот план, который сейчас озвучил Хадисах Аминдулович, они вытекают из «100 конкретных шагов» именно по реализации четвертой институциональной реформы. Это единство, стабильность, согласие, межнациональное, межконференциональное согласие. То есть это те базовые ценности, которых мы придерживаемся и дальше должны укреплять эти наши ценности. Сотрудничество, взаимосвязь. И результат будет зависеть от работы каждого из нас. После была утверждена концепция празднования 1 мая – Дня единства народа Казахстана в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан. Проводить благотворительные акции, организовывать встречи трудовых коллективов с членами Ассамблей народа Казахстана, Западно-Казахстанской области и другие мероприятия, запланированные в плане конкретных дел, праздновать Дня единства. В областной совет Ассамблеи входит 41 человек. На сегодняшнем заседании присутствовало 36 членов совета. Председатель Ассамблей народа Казахстана, Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов уверен, что совет добьется всех намеченных целей. Рустам Ашарипов, Айбал Джагапар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Жители поселка Садово и Зеленовского района устали ждать строительства обещанного моста. Чтобы перейти реку Чиган, им приходится использовать паром. Только вот он часто ломается. С этой проблемой люди сталкиваются ежегодно на протяжении двух десятков лет. Зимой и весной им приходится переходить реку по льду, рискуя своей жизнью. Строительство моста было запланировано еще в прошлом году. Как сейчас обстоит ситуация, выясняли наши корреспонденты. Эти кадры на мобильный телефон сняли сами жители поселка Садово. Мужчины пытаются перейти реку, несмотря на то, что лед почти растаял. Неожиданно для себя и своих односельчан он проваливается под лед. Каждый год обязательно кто-то у нас или тонет, или у нас, как говорится, кто-то плавает здесь, потому что проваливается под лед, уходят люди. Вытаскиваем как можем. Главное обидно то, что земля очень хорошая, место очень хорошее здесь. Рядом город, 3 километра находится. А мы здесь, получается, вообще у нас ни доехать не на чем, ни добраться сюда, ни скорую помощь, когда грязь вызвать нельзя. Ну, это какая-то, как будто мы находимся за 300 километров от Уральска. В поселке насчитывается порядка 200 домов. Самое печальное то, что страдают не только взрослые, но и дети. В школу им приходится ходить в поселок Асан, а нормальной дороги здесь нет. Мы живем в поселке Садово, дороги нет, в речке тоже перейти опасно, дети ходят туда-сюда у нас. Ну, что тут сказать. Дорогу не делают. Дорогу не делают, самое главное. Вот еще моста нет, дети дома сидят сейчас. По Западно-Казахстанской области на сегодняшний день зарегистрировано 10 понтонных переправ, которые занимаются пассажирскими и транспортными перевозками. Свою работу они начнут с 15 апреля и завершат 25 октября. В отделе контроля на водном транспорте о проблеме жителей поселка Садово знают, но ничем существенным помочь не могут. Владелец просил относиться к Макаровскому сельскому округу поселка Садово, поэтому она просила помочь отремонтировать палубу, где находятся люди. Такое состояние у него хорошее, но палубная часть уже требует ремонта. Но так как мелкие паромы, маломерные паромы, они не относятся к объектам, которые должны субсидироваться государству. Паром, которым сегодня пользуются жители, практически непригоден для переправы. Люди говорят, что каждый раз, вставая на него, они боятся за себя и своих детей. Но пока у них другого выхода нет, потому как точные сроки строительства моста не уточняются. Олег Великий, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Дворы, расположенные в центре города, находятся в ужасном состоянии. Жители дома номер 48, расположенного по улице Евразии, обратились в нашу редакцию. По их словам, на протяжении многих лет они не могут добиться ремонта дворовой площадки. Подробности в сюжете. Основная часть жильцов, проживающих в этом доме, это люди преклонного возраста. Им полезно большую часть времени находиться на свежем воздухе. Но в их дворе отсутствуют все условия для этого. Нет ни асфальта, ни скамеек, ни детской площадки. Жители недовольны работой ответственных органов по обустройству дворов. Надо сделать что-нибудь, чтобы мы старики могли выйти, нам по 80 лет, чтобы мы могли выйти во двор, хоть бы отдохнуть. Но вы видите, вы сами молодые, вы посмотрите, в каком состоянии мы живем. На этот дом сколько пенсионеров живут? У нас все пенсионеры. У нас тут 24 квартиры. У нас 90% пенсионеров. Как только наступает весна, проливные дожди превращают двор в болото. И жители не могут просто выйти из дома за продуктами. Нам нужно правильно, конечно, двор нужно нам. И ступенкам у нас, чтобы было нормально. Вода идет, все здесь застряло, вода не проходит. Эта вода обратно сюда все идет, и мы в лужи ходим. Чтобы узнать, когда жителям дома номер 48 по улице Евразия обустроят двор, мы отправились в жилищно-коммунальное хозяйство к городу Уральск, где руководство отдела в курсе состояния двора этого дома. Были разработаны проекты смертной документации на благоустройство 39 дворовых территорий города Уральска. Данные проекта смертной документации получили положительное заключение государственной экспертизы. И на сегодняшний день изыскивается источник финансирования для реализации данных проектов и проведения строительно-монтажных работ. В Евразии 48 у нас в общий список ходят на него, как я уже сказал, в 39 проектах. Стоит отметить, что в этом году планируется обустройство еще 38 дворов города. В списке 18, 19, 20, 30 дома расположены в четвертом микрорайоне, и 44, 46 дома расположены по Евразии. Ну а сколько выделят средств, и хватит ли их на обустройство всех запланированных дворов, на этот год покажет время. Рустам Ашарипов, Дарюн Дюсимбий, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На сегодняшний день все жилые дома и здания города подключены к спутниковому телевидению и беспроводной сети интернет. В современном мире человек стал зависим от этого, но не всегда нужное является полезным. Ведь это все приносит большой вред здоровью человека. Так ли это на самом деле? Могут ли спутниковые антенны и антенны сотовых операторов нанести вред здоровью? И какие нормы безопасности должны учитываться при их установке? Об этом подробнее расскажут наши корреспонденты в следующем сюжете. Спутниковые антенны и телекоммуникации, установленные на крышах домов, несут большой поток радиационных лучей. Отсюда различные заболевания увеличивают вероятность получения злокачественных опухолей. Но специалисты заявляют, что если антенны установлены по всем требованиям, то здоровью человека ничего не угрожает. На радиотехнические объекты должны получать санитарно-эпидемиологические заключения в ходе строительства и ввода их в эксплуатацию. Это на стадиях разработки проектной документации, размещение проектируемых радиотехнических объектов, радиоэлектронных средств, не имеющих инфраструктуры, то есть антенны, действующие антенномачтовые сооружения, также антенны, расположенные на крышах зданий. При их размещении обязательно учитываются их суммарные электромагнитные излучения от передающихся антенн. В зависимости от этого зависит его санитарно-защитная зона от жилых домов, от детских учреждений, лечебно-профилактических организаций. На дерево, крышу, окно и балкон размещение антенн не разрешается. Такие объекты относятся к зонам с высокой радиоактивностью. Радиоактивные объекты проверяются раз в год. При строительстве таких объектов должны в первую очередь учитывать безопасность жителей. Мы спросили у жителей гордо, что они думают об этом. Все, что это, все химия, физика, все это вредно. Я думаю, наверное, это все-таки вредно. Например, в целях безопасности антенны должны устанавливаться на определенном расстоянии от детских садов, школ, живых домов и лечебных учреждений. Антенна мощностью более 1000 ватт должна находиться на высоте 100 метров. И санитарная зона должна составлять не менее 100 метров. А санитарная зона у антенны, которая располагается на высоте менее 100 метров, должна составлять более 200 метров. На крышах или на стенах ставить обязательно должны соблюдаться одно условие. То есть одно из трех условий. Это наличие железобетонного перекрытия верхнего этажа. То есть или должно быть железобетонное перекрытие верхнего этажа, или должно быть металлическая кровля. То есть крыша должна быть металлической или же должен быть технический этаж. В надзорные органы поступает большое количество жалоб о том, что сотовый оператор устанавливает свои антенны на крышах жилых домов. В прошлом году, пожалуй, население было проверено три таких объекта, но правонарушение не было обнаружено. А спутниковые антенны ничем не грозят здоровью людей, заявили специалисты. Рустам Машарипов, Айболаджа Гапар, Александр Грабаров, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.